Здравствуйте, уважаемые абитуриенты! Рада приветствовать вас на онлайн-презентации программы аспирантуры по психологии. Меня зовут Пруско Фиталий Игоревич, я ведущий специалист управления по организации приема. И со мной сегодня Светлана Николаевна Костромина, доктор психологических наук, профессор кафедры психологии личности, руководитель образовательной программы. Можно следующий слайд, пожалуйста. Если коротко говорить о программе, то присваиваемая квалификация преподаватель и исследователь, срок обучения 3 года, форма обучения очная, дневная. И, наверное, о содержании Светлана Николаевна вы расскажете, конечно, лучше, как руководитель этой программы. Спасибо большое. Добрый день, дорогие друзья. Очень рада приветствовать всех, кто нас слушает. Если вы к нам присоединились, это означает, что вы видите свое профессиональное развитие в науке, связываете свою деятельность с тем, чтобы выполнять научные исследования. А когда это касается молодых людей, это всегда радует, потому что, в принципе, развитие психологии – это в первую очередь наше продолжение в ваших исследованиях. Поэтому очень рады приветствовать вас на нашей программе. Будем очень рады, если она вас заинтересует, и вы придете к нам проводить разнообразные научные исследования. Почему разнообразные, я скажу чуть позже. В первую очередь немножко о программе. Программа аспирантуры психология направлена на подготовку высококлассных специалистов в области психологических исследований по самым разным направлениям. В принципе, несмотря на то, что программа называется «Психология», она сочетает в себе несколько научных специальностей. Я их сейчас перечислю. Может быть, для кого-то они будут интересны или важны. Я буду называть по номерам, потому что каждый номер соотносится с паспортом научной специальности. То есть, если вы зайдете на сайт высшей аттестационной комиссии и наберете номер научной специальности по психологии, то вы увидите, какие психологические исследования в этом направлении проводятся. Итак, программа психологии объединяет следующие научные специальности. Первая научная специальность это 19-2001, общая психология, история психологии, психологии личности. Здесь три научных направления, как вы понимаете, связанные с проведением исследований в области когнитивных наук и в области психологии личности, а также история непосредственно развития на истории психологической науки. Далее мы могли бы назвать 19-2002 психофизиология, потому что часть психофизиологических исследований, которые выполняются на факультете психологии, реализуются в рамках программы клинической психологии. Другая часть реализуется в рамках общей психологии. И в этом плане, если вы посмотрите на этот слайд, вы видите, что на базе факультета психологии в Санкт-Петербургском университете есть несколько исследовательских лабораторий. В частности, две из них – это междисциплинарные исследования детства и поведенческие нейродинамики. Это лаборатории, которые оборудованы для проведения нейрофизиологических исследований, в частности, например, языка, речи или особенности развития в детском возрасте. Следующая научная специальность – это 19-00-04. Наверное, дальше уже не буду называть номера, чтобы вас не загружать цифрами. В принципе, все научные направления по психологии – это направление 19-00-01-02-03-04 и так до 0-13. Итак, входит сюда социальная психология, коррекционная психология, психология развития, педагогическая психология, политическая психология, юридическая психология, а также, по-моему, из того, что я не назвала, организационная психология и психология труда. То есть, фактически, поступая на программу психология, вы можете выбрать одно из тех направлений, которые я перечислила, и выполнять научные исследования, связанные как, например, с социальными процессами, с изучением общения в малых группах или в больших коллективах, если это социальная психология, если это политические исследования, то тогда это направление политическая психология. То есть возможности для научных исследований самые обширные. Но при этом все эти направления объединяет одна, хотел сказать, миссия. Вот по-другому, наверное, я бы не сказала. Дело все в том, что основная наша задача, как мы ее видим, это не просто формирование компетенций и развития способностей к научному исследованию. Очень важно подготовить специалистов в научной области, способных к критическому анализу, способных синтезировать знания из разных областей, потому что в психологической науке многие исследования являются междисциплинарными. Специалистов, которые способны к генерированию новых идей, к проведению исследований на передовых рубежей психологической науки, поскольку сейчас мир так сильно меняется, что каждый раз появляются какие-то новые феномены, которые раньше в психологической науке не исследовались. Вот недавно могу привести такой пример, хотя, может быть, это, казалось бы, не аспирантура. Вы знаете, к нам подошли студенты-бакалавряты и говорят, а мы бы хотели изучать личность в цифровом пространстве. И я спросила, а что именно вы хотели бы изучать? Они говорят, вы понимаете, вот такая феноменология есть, что в интернете сейчас презентуется только положительная сторона жизни. Люди выставляют красивые картинки, они показывают, как можно путешествовать, как можно жить, реализуя самые разнообразные возможности, а другая, более трудная сторона жизни практически не презентуется. И у людей возникает ощущение разрыва и чувство собственной неполноценности. И вот это ощущение приводит их к определенному депрессивному состоянию, к переживанию того, что они не могут жить так, как это позиционируется в интернете. Это всего лишь один из маленьких примеров той новой феноменологии психологической, которая активно существует в нашей жизни и которая требует, безусловно, научных доказательных исследований. И вот такими разнообразными современными исследованиями занимаются научные группы на 14 кафедрах нашего факультета. И в этом плане вы можете стать частью нашего научного коллектива. Кроме того, мне кажется, важным преимуществом нашей программы является библиотечная база и электронная библиотека. Все поступившие на образовательную программу получают бесплатный доступ к электронным ресурсам, так называемой электронной образовательной среде. Университет самостоятельно оплачивает доступ к базам, к всем ведущим журналам, которые включают в себя наиболее значимые исследования в самых разных областях, не только в области психологии. И это означает, что, проводя свое исследование, вы можете пользоваться этой базой, можете читать современные журналы, передовые статьи и, соответственно, опираться на них при проведении своего исследования. Ну и, наконец, конечно, у факультета психологии и у Санкт-Петербургского университета есть свои традиционные научные мероприятия, которые являются ежегодными. Кстати говоря, в этом году факультет психологии в октябре будет отмечать 55 лет своего основания. У нас юбилей. Вы можете, поступив на нашу программу, присоединиться к этому празднованию, стать частью нашего праздника, на котором будут присутствовать наши выдающиеся выпускники и ученые, которыми мы гордимся, в том числе и работающими не только в Санкт-Петербургском университете, но и, например, выпускники нашего факультета. Работают в Институте психологии Российской академии наук, профессор Знаков, например, возглавляет кафедру МГУ. Это профессор Егорова Марина Сергеевна, Марина Александровна Холодная, которая работает тоже в Институте психологии Российской академии наук. Поэтому те научные мероприятия, которые мы проводим, это тоже такая большая составляющая подготовки научных кадров. И участвую в этих научных мероприятиях «Зимняя психологическая школа», о которой вы, может быть, слышали, «Психология 21 века». Это конференция молодых ученых, которая в этом году будет проходить 20 апреля, и вы можете еще к ней присоединиться, на которой презентуют наши студенты и аспиранты, и молодые ученые свои результаты научных исследований, а также ананитские чтения, ежегодные наши традиционные мероприятия. Это все то научное пространство, которое мы формируем для того, чтобы вы могли знакомиться с лучшими результатами исследований, могли бы устанавливать связи с другими коллегами, осуществлять научную коллаборацию, ну и, конечно, презентовать свои результаты исследований. Важным, наверное, аспектом является вопрос об аккредитации образовательной программы. Безусловно, наша программа аккредитована, но мы гордимся тем, что программа имеет и международную аккредитацию. Это означает, что она соответствует всем международным стандартам подготовки психолога-исследователей. Что касается ресурсных возможностей, я уже говорила про научную библиотеку, доступ к академическим журналам и информационным ресурсам. Тем не менее, я бы сейчас, глядя на этот слайд, еще немного остановилась бы на наших лабораториях. В принципе, мы действительно тратим большие средства для того, чтобы оборудовать наши лаборатории по международным стандартам. Например, в лаборатории поведенческой нейродинамики, которая активно работает уже пятый год под руководством известного профессора Юрия Юрьевича Штырова, оборудованы помещения для проведения нейрофизиологических исследований в области усвоения языка и речи. Важно, наверное, заметить, что это не только электроэнцефалографы, которые традиционно, может быть, уже присутствуют в других университетах. Но, например, в этой лаборатории проводятся исследования, связанные с так называемыми электростимуляционными процедурами, поэтому в этой лаборатории есть не только электроэнцефалограф, но и, например, установки для магнитной стимуляции мозга, для электрической стимуляции мозга. Не так давно было закуплено оборудование, связанное с дополненной и виртуальной реальностью. Далее, наверное, можно было бы добавить абсолютно современный айтрекер, то есть как бы комплексное оборудование, которое позволяет проводить исследования с разных точек зрения и публиковать результаты этих исследований в довольно рейтинговых научных журналах. Если говорить о лаборатории междисциплинарных исследований детства, то мне кажется, она возглавляется тоже очень известным профессором Сергеенко, выполняющим исследования в том числе и в Соединенных Штатах Америки. Вот мне кажется, достоинством этой лаборатории, помимо нейрофизиологического оборудования, является современное уникальное оборудование для проведения наблюдений за детьми в момент их коммуникации со взрослыми, а также оборудование для обработки этих данных наблюдений. В этом плане, конечно, вот такое современное оборудование наших лабораторий позволяет нам выполнять самые сложные научные исследования, и об этом нельзя не говорить с гордостью. Наверное, пару слов я скажу об организации учебного процесса. В принципе, основная цель, еще раз повторюсь, нашей программы – это подготовка ученых. Поэтому образовательный процесс присутствует, но он, в принципе, занимает меньше места, чем проведение научных исследований. Сам учебный процесс выстроен следующим образом. На первом курсе есть несколько дисциплин общего профиля, которые позволяют вам подготовиться к сдаче общих кандидатских экзаменов. Например, по истории, философии, науке, потому что вы сдаете экзамен кандидатский по философии, по иностранному языку, потому что вы его тоже сдаете. Ну и, соответственно, поскольку в конце обучения вам присваивается квалификация преподавателя психологии, поэтому есть дисциплины, связанные с педагогикой и психологией высшей школы. А также несколько, по-моему, одна или две дисциплин, связанные с информационными технологиями психологии, для того, чтобы, ну, восполнить или, может быть, углубить ваше знание в области обработки тех данных, которые получены в результате исследований. Несколько дисциплин общего профиля – это плановая нагрузка первого года обучения. На втором году обучения у вас специализированные дисциплины, которые помогают вам подготовиться к сдаче кандидатского экзамена по своей научной специальности. Так если, то есть вам предлагается несколько дисциплин, из которых вы выбираете одну, например, если вы хотите защищаться по общей психологии, вы выбираете общую психологию. Если политическая психология, то политическую психологию. Если по психологии развития, то актуальные проблемы психологии развития. А также такие дисциплины, как теоретические и методологические проблемы психологии и методы психологического исследования. Кроме того, на втором курсе у вас появляется и на третьем потом тоже педагогическая практика. То есть это практика, которая обеспечивает доступ для проведения разного вида занятий, которая позволяет вам подготовиться к преподавательской деятельности. Практика педагогическая происходит под руководством научного руководителя и обычно включает в себя проведение практических и семинарских занятий со студентами. На третьем году обучения никаких дисциплин общего профиля не предусмотрено, потому что считаете, что учебная нагрузка уже закрыта, кандидатские экзамены сданы и, в принципе, весь третий год посвящен, за исключением педагогической практики, подготовке к кандидатской диссертации. Потому что основная цель – это, конечно, защита кандидатской диссертации. И вот здесь, наверное, важным является тот самый момент, что Санкт-Петербургский университет обладает собственным правом на проведение защит кандидатских и докторских диссертаций, поэтому те специалисты, которые готовят вас, которые учат вас, соответственно, затем проводят экспертизу того научного труда, который вы подготовили. И, в принципе, в нашем же университете вы получаете возможность защитить результаты своего научного исследования и стать кандидатом психологических наук. На данном слайде представлены наши специалисты. Безусловно, не все. Мне бы хотелось всех, наверное, наших профессоров поместить на эти слайды. Вы можете посмотреть на наш сайт Санкт-Петербургского университета и факультета психологии, где по-кафедрально представлены наши специалисты. Но, тем не менее, безусловно, это выдающиеся исследователи в области психологии развития Лариса Арсеньевна Головей, являющаяся экспертом ВАКа, членом президиума ВАКа. И, в принципе, общепризнанный специалист в этой области Светлана Захотовна Гуриева, имеющая много замечательных научных работ в области этнопсихологических исследований, миграционных исследований, и возглавляющий кафедру социальной психологии. Герман Сергеевич Никифоров, являющийся общепризнанным специалистом в области психологии здоровья и психологии труда. Ольга Сергеевна Дейнека, которая курирует исследования в области психологии, политической психологии. И, в принципе, важная составляющая, особенно с учетом экономической и финансовой грамотности, о которой сегодня говорят, очень много исследований, связанных с отношением к власти, с отношением к политическим лидерам, к изучению вот этой специфики политического лидерства, экономических процессов, происходящих в нашей стране. Людмила Георгиевна почему-то общепризнанный специалист в области исследования социальных групп. Всего лишь шесть фотографий, но мне кажется, что я бы, конечно, постаралась бы максимально сказать о каждом. Мы очень гордимся нашими профессорами и нашими доцентами. И могу с уверенностью сказать, что это специалисты, под руководством которых выполнено много интересных научных исследований. В принципе, если мы говорим о компетенциях, то мы постарались их представить на этом слайде. Сама подготовка кандидатской диссертации включает в себя ряд этапов. Именно поэтому обучение строится как бы последовательно от теоретического материала к практическому материалу. И если на первом курсе вас учат планировать научные исследования, вы отчитываетесь относительно того, насколько вы сформировали дизайн и аппарат научного исследования, то второй год обучения чаще всего связан с обладением сбором, обработкой анализа соответствующих данных. Важной составляющей является интерпретация данных. И в этом плане опять большую роль играет участие в различных научных мероприятиях, конференциях, в научных семинарах, где можно представить эти исследования, обсудить их с коллегами, в принципе, выслушать критические замечания и, может быть, доработать свою работу. Ну и, конечно, требуется представление своих материалов не только в устной форме, но и в письменной. Поэтому, в принципе, каждый год заканчивается подготовкой научного отчета, а также в который входит в том числе и информация, какие тезисы вы подготовили, какие научные статьи, научные материалы в письменном виде у вас есть. И важно, в принципе, уметь доносить свою информацию о результатах своего исследования не только в устной научной коммуникации, но и в письменной. В принципе, вот, наверное, этот слайд я бы поместила бы чуть раньше, когда я говорила о наших кафедрах и о профессорах наших кафедрах. На этом слайде представлены те направления исследований, которые, безусловно, это маленькая толика, я бы сказала, одна десятая часть тех исследований, которые выполняются на факультете. Ну, например, да, вы их сейчас видите на нашем слайде, вы видите на этом слайде, но я могла бы сказать, например, в той же самой лаборатории междисциплинарных исследований детства выполняются исследования, связанные с обучением и коррекцией, и в том числе, в принципе, развития языковых функций у детей с различными нарушениями психического развития, в том числе страдающих аутизмом. Или, например, в лаборатории поведенчества и нейродинамики проводятся исследования по направлению усвоения конкретных и абстрактных слов или эксплицитного и имплицитного научения, или, например, усвоения печатного текста или электронного текста, текста, который в электронном виде представлен с гиперссылками и, например, с другого типа визуализациями, сопровождающими этот текст. Например, на кафедре психологии личности проводятся исследования, связанные с жизненными моделями молодежи или с изучением лидеров мнения поколений, их влиянием этого мнения поколений на современную молодежь. Я знаю, что, например, на кафедре психологии развития проводятся исследования, связанные с изучением позитивного старения и вообще как бы, может быть, даже звучит странно, но, тем не менее, развитием человека вот в таком пожилом возрасте и сохранение такого умственного долголетия. Таким образом, мы можем говорить, что как бы направления совершенно широкие и те, которые представлены здесь, важные, но, безусловно, не исчерпывающие. Вторая составляющая – это прикладная педагогическая деятельность. В данном случае два года педагогической практики на втором курсе и на третьем курсе, а также та дисциплина, которая преподается на первом курсе «Психология педагогика в высшей школе» призвана на то, чтобы помогать вам выстраивать и организовывать учебный процесс, готовить материалы для учебного процесса, понимать нужды субъектов образовательного процесса, коммуницировать со студентами, хотя, вроде бы, вы сами обучающиеся, но когда вы выполняете роль преподавателя, то, собственно говоря, вы занимаете другую позицию, меняется и ваша отношения с студенческой аудиторией, и в этом плане вы тоже должны уметь коммуницировать, а также подготовка разнообразных материалов, связанных с помощью, например, обучающимся, если у них возникают разнообразные сложности в обучении. Вот эта педагогическая составляющая – это вторая часть образовательной программы. В целом, завершая содержательную характеристику нашей образовательной программы «Психология», я повторюсь, наверное, еще раз – это научная программа, это подготовка научно-педагогических кадров. И, несмотря на то, что условно эта программа называется образовательная, скорее, это программа становления человека как ученого. И в этом мы видим свою миссию, и если вы видите свою профессиональную деятельность в том, чтобы стать ученым, ученым мы ждем вас на нашей программе. Виталий, передаю вам слово. Спасибо. Да, спасибо большое, Светлана Николаевна, за очень интересный рассказ. Я бы хотел немножко рассказать о приеме. С 1 марта у нас уже начался прием документов на эту программу, и продлится он до 2 августа, до 18 часов. И один из способов получить дополнительные баллы, поскольку поступление на эту программу происходит в формате портфолио, я чуть позже расскажу еще о вступительных испытаниях, это участие в нашей студенческой олимпиаде Петрополитен Сайенс Ресерч. В этом году отборочный этап уже завершился, но если вы еще студенты более младших курсов, то есть возможность поучаствовать и в следующие года, и получить до 100 дополнительных баллов при поступлении. И можно на следующий слайд. Спасибо большое. Здесь указаны наши контакты. Основной, наверное, контакт для вас, это наш сайт, abiturient.spu.ru Там в разделе «Аспирантура» представлена вся исчерпывающая информация о премии в 2021 году. То есть там вы можете увидеть даты, ну и еще раз повторю, с 1 марта до 2 августа идет прием документов, и 16 августа вы увидите ранжированные списки на сайте, до 20 августа вам необходимо принести согласие оригиналы, в случае, если вы проходите в соответствии с рейтинговыми списками, и 21 августа вы себя уже можете найти в приказах о зачислении, если все сложится хорошо. Там же, на сайте, есть раздел «Вступительные испытания». Там подробно указано, что всего два вступительных испытания есть на программе по психологии. Это «Портфолио» и «Иностранный язык». Вы можете кликнуть напротив программы в столбце на «Вступительные испытания» и увидеть, какие требования в портфолио. Ну, как правило, это научные статьи, участие в конференциях, это оценки за вашу выпускную квалификационную работу, это может быть и опыт работы. Я рекомендую подробно ознакомиться перед поступлением с программой «Портфолио» и также с программой второго вступительного испытания «Иностранный язык». В этом году это тоже «Портфолио» либо «Результаты международных экзаменов по английскому языку». Я рекомендую вам посмотреть, сколько баллов даются за те или иные достижения и выбрать, что для вас будет более, скажем так, более лучшим, наверное. Что вам даст больше всего баллов? Набрать результаты «Портфолио» по иностранному языку или сдать какой-то международный экзамен, таким образом подтвердив свое владение языком. Если у вас возникают какие-то вопросы, то, пожалуйста, звоните нам, пишите. И перейдем к вопросам от аудитория, которые поступили уже сейчас. Вопрос необходим. Нужно ли получать рекомендацию преподавателя или идти к какому-то определенному научному руководителю? Спасибо, Виталий. Я бы разделила этот вопрос на два, на две части. Первая часть связана с рекомендацией. Рекомендация не является обязательным условием для поступления на программу аспиранторы. То есть если у вас есть рекомендация от какого-либо ученого или от вашего научного руководителя, вы, безусловно, можете ее подгрузить в свое портфолио. И мы обязательно познакомимся. И, наверное, это будет иметь определенное значение для того, чтобы мы могли составить представление о вашей научной деятельности, в том числе, например, о ваших научных интересах, которые вы реализуете и через какие-то другие достижения в вашем портфолио, представленные, может быть, в статьях или в вашей выпускной работе. Но это действительно не является обязательным условием. И это наше сознательное решение, потому что, в принципе, мы понимаем, что, может быть, не у каждого из поступающих является возможность получить рекомендацию. И в этом плане вы свободны поступать к нам и без рекомендации. Мы будем рады, если у вас есть другие достижения, которые показывают вашу способность к научному исследованию. Они действительно играют такую же самую роль. Поэтому первый ответ не обязательно, не нужно. Вторая часть про научного руководителя. Наверное, это для меня такой немножко двойственный вопрос. Сейчас поясню, почему. С одной стороны, для поступления в аспирантуру не нужно идти к какому-либо научному руководителю обязательно по выбранному направлению. То есть вы, в принципе, можете поступить на программу аспирантуры, еще не имея представления, у кого конкретно вы будете писать свою научно-исследовательскую работу. Но, с другой стороны, вот такая неопределенность требует времени на ориентацию среди тех научных исследований, которыми вы хотите заниматься, а также среди преподавателей, с которыми вы хотите сотрудничать. И это означает время. У вас будет всего лишь, если вы поступите к нам на программу, у вас будет сентябрь месяц для того, чтобы определиться, на какую тему вы будете писать диссертацию, и у какого научного руководителя. Опыт показывает, что если вы не знаете наших руководителей, если вы с ними не коммуницируете, то одного месяца бывает мало, недостаточно. Поэтому я бы ответила на этот вопрос следующим образом. Стоит познакомиться хотя бы заочно на сайте нашего факультета с потенциальными научными руководителями. Может быть, даже познакомиться с их работами. И для себя примерно хотя бы определиться, на какую тему, хотя бы в каком направлении вы хотите заниматься научным исследованием, и примерно у кого, чтобы не терять время. Но, с другой стороны, безусловно, у вас будет такая возможность сориентироваться и уже в момент поступления. Вот так. Спасибо большое. Вопросов на данный момент больше не поступило. Я еще раз обращу ваше внимание на наши контакты. Пишите, звоните. Мы всегда готовы вам оказать помощь, все рассказать и подсказать. И, наверное, остается только пожелать удачи при поступлении. Я так правильно понимаю, Виталий, что уже открыт прием с 1 марта? Да, да. Да, очно приемная комиссия начнет работать с июля, но документы подавать можно уже сейчас. Не влияет на результат поступления, в какой момент вы подали документы. Сейчас я, наверное, предложил бы просто, может быть, ознакомиться и начать собирать портфолио. То есть уже как-то готовить документы к поступлению, а поступлением заняться непосредственно летом. После сдачи, может быть, выпускных экзаменов, если вы где-то обучаетесь. Ну что же, тогда я надеюсь, что у тех, кто хочет, все получится, и вы станете частью нашей большой университетской семьи. Так что остается пожелать только удачи. Да, отлично. Всего доброго.